В доме полнение Как сложилась жизнь героя песенки, рискнувшего купить старый автомобиль, мы не знаем. А вот с другим папой, купившим новые «Жигули», произошла целая история. Представьтесь, пожалуйста. Таня. Меня зовут Андрей. Я работаю в конструкторском дюрооператором. Ну, я на заводе с Кузнецом. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приобрели автомобиль и что, на ваш взгляд, он даст вашей семье? Ну, в первую очередь, по-моему, выехать на природу с детьми, отдых там в первую очередь. Ну и в дальнейшем, может быть, хватит съездить на юг, там, в Прибалтике, где-то еще может быть, не знаю. А я надеюсь, что она будет моей хорошей помощницей в домашнем хозяйстве, в домашних делах. Скажите, каждой ли семье нужен автомобиль? Мне кажется, каждый. Представьте, сколько появится дополнительных удобств приобретения автомобиля. Желаю вам и вашему автомобилю счастливого пути. Спасибо. Было долгожданное лето, был теперь и долгожданный автомобиль. Жизнь виделась гладкой, как полотно асфальта, шуршащего под колесами собственной машины. Водение красных «Жигулей» без номерного знака. Применит право, остановитесь. Правда, кое-чего их автомобилю еще не хватало. Да, кое-чего не хватало. Но это так естественно. Ведь номерной знак на автомашину не дают, пока ее нет. И в очередь на строительство гаража предварительно не записывают. Стоянка полностью занята. Места нет, помочь чем не могу. Ну а может где-нибудь в другом месте не посоветовать? Нет, все стоянки заполнены полностью. Места нет, все стоя. Места нет, все стоя. Места нет, все стоя. Ребята, ну-ка, ребята, отойдите от машины! Ну что, во дворе места вам мало? Обязательно надо к машине лезть. С появлением новых «Жигулей» двор стал еще на десяток квадратных метров меньше. Естественно, это внесло дополнительную напряженность в отношении между владельцами машин и безлошадными. По крайней мере, здесь, в авторитетных придворных кругах, не все разделялись нашими новыми знакомыми радость по поводу их приобретения. Надоели эти автомобилисты. День и ночь все ездят, ездят, дверям хлопают, все грыр-гыр, стучат все время. Никакого сна и покоя нет. Я тоже здесь живу, и мне тоже эти машины надоели. Никакого сна, ничего, до 12 часов только у дверям хлопает, хлопает, хлопает. Этот газ идет ко мне в комнату. Я не могу лишать газом, не могу нисколько. А куда нам с машинами деваться? Помыть машину негде, нет для этого специально отведенных мест. Поставить машину на платную стоянку – тоже проблема. Вступить в кооператив – это очередь на несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok Спустя некоторое время нам показалось, что Андрей Ильич как-то погрустнел и даже осунулся. Но беспокоить мы его расспросами не стали, поскольку знали, что рано или поздно сам заговорит, пойдет стучаться в разные двери, а потом, может, даже напишет о себе в литературную газету. Ну что, надо пристраивать тюрьку, а с машины будет. По ночам он уже и то не стал засыпать. Ходится выглядывать постоянно. Мало ли еще, может случиться с ним. Да, кстати, мы чуть не забыли сказать, что все это происходит в городе Кирове. Иначе кто-нибудь решит, что наш автолюбитель живет или в Перми, или в Курске, или еще где-то, где подобных проблем тоже хватает. Только по нашему району тысяча человек в очередь вступить в гаражный кооператив. Это как минимум пять лет ждать. Придется, наверное, искать место в строящемся уже кооперативе. Ну что ж, куй железо пока горячо. Едва не пожелали мы нашему кузнецу-автолюбителю. Но вовремя удержались. Вдруг он соорудит какой-нибудь металлический сарай во дворе. Нет, пусть уж лучше попытается прорваться в гаражный кооператив. Дали нам кооператив, сказали, что самозастрой. А что значит самозастрой? Нужен материал, достать трудно, все фондовый материал. И вот и маемся мы, автолюбители. Что же нам делать, если строя рембит, делают только стены, так и крышу. Но и в то же время весь объем заказов ему освоить не под силу. Вот. В общем, для постройки гаража, того, что требуется в магазинах, днем с огнем не сыщешь, значит, приходится доставать с левой стороны. Жена уже проклинает меня, что дома не бываю. Все время достаешь материалы, строишь тут. Отпуск скоро пройдет весь. Убью я здесь вот на строительстве гаража. Валерий Петрович, вот Вы, как главный архитектор города, чем объясняете такое острое положение с гаражным строительством? Представьте себе, что количество автомобилей с каждым днем в городе растет, а территория города остается все в своих прежних границах. И решение этого вопроса, значит, может быть только строительством многоярусных гаражей, скажем, или гаражей подземного типа с использованием подземного пространства. Но все это требует больших и единовременных капитальных вложений и хорошего подрядчика, хорошего строительного организации. Решение этого вопроса, возможно, на более высоком уровне, может быть, начиная с плана РСФСР и других плановых органов. На какое-то время мы забыли о нашем автолюбителе. И вдруг он сам напомнил о себе звонком и странным вопросом. Вы надо мной не шутили? Специально для киносъемок ничего сегодня ночью от моей машины не откручивали? Кто вас украли? Ну, вот в той, с левой стороны оба колеса, потом аккумулятор и дворники. А в какой-то период вы дошли? Примерно, как вы считаете? Часы остановились без ацети три. Они работают у аккумулятора, она думает, что... Сразу три, значит, уже в это время забыла слышно окна. Сразу не остановились. Так, это в 6.20? Да, в 6.20. С моего окна сразу видно, что колеса вроде бы нету. Ну, я постучала соседке, Таня вышла. Вышла, значит, это самое. Я говорю, Таня, говорю, у вас что-то, наверное, с машиной сделали, потому что, говорю, капот поднят. Она говорит, как капот поднят? Ну, мы посмотрели с ее окна, капот видно был поднят. Я говорю, Таня, еще, говорю, колеса вроде бы нет. Со времени покупки автомобиля прошло всего 5 дней. А в лицах наших героев не осталось и тени былой радости. Уж не раскаиваются ли они теперь в приобретении машины? Ну, пока еще надежду не потеряли, может быть, милиция поможет. Тогда жалеть не будем, а там не знаю. Ну, а потом к вас ставить я не представляю, может, мы больше. Не знаю, что делать. Хватает, папа? Так, сами видите. Кончалось долгожданное лето. Таяли мечты о увлекательных загородных поездках. И чтобы как-то поддержать Андрея и Таню, их друзья, уезжая в недельный отпуск, одолжили на время и колеса для жигуленка, и старенький аккумулятор от своей машины. Мы первое время, после того, как сняли колеса, мы по очереди дежурили ночью, ночевали в машине. Потом Андрей провел электричество на улице, напротив машины, повесил светильник, перешли ночевать опять в дом. Ну, мне на стоянке место обещали вообще-то, так что я надеюсь, все уладится. А вообще-то, если бы был гараж, то никаких проблем бы не было. Бывалые автолюбители знают. Есть гараж, нет гаража, машина остается машиной. Она любит ласку, чистоту и смазку, и здоровье у нее оказывается совсем не железное. Домой его не зазовешься. Дети его почти не видят. Все свободное время с машины только и возится. На них со стороны посмотреть, да их чистые раки-ошельники. Зачем же усложнять свою жизнь? Тем более автосервис настойчиво предлагает взять на себя все наши заботы. В ту пору, когда закладывалась эта станция, и время было другое, и объем заказов был поменьше. Никто не рассчитывал, что набиравший сил автомобильный бум всего лишь через несколько лет будет буквально захлебываться в таких вот повсеместно расплодившихся времянках. где узкие места автосервиса проявляются особенно наглядно. Так, у вас где машина? Здесь. Здесь, да. Так вот, прежде чем вам записываться, вам нужно было эту машину нам показать. Посмотрите, сейчас записывайте, потом все записывайте. А вы уверены, что у нас все есть? Что и чем вам делать? Что? Я подходил к вам, сказали, что все есть. Все есть, да? Ну, в принципе, записать я вас могу записать, но машина будет делаться только в следующем месяце. У нас машины стоят, вот есть даже месяца по два месяца, а то и сейчас стоит с весны. Да? Хаватулино? Вам не приняло подъехать самому лично. Ну, не знаю, ничем не могу помочь вам. Ночью сидят. Я не знаю, не могу вам сказать. Что? Несчастный случай у меня хотелось. Просто обозрить циклами. Сегодня, товарищи, запись закончена. В следующую субботу к 8 утра. Пожалуйста. Ну, вот я являюсь автолюбителем уже 12 лет. И постоянно нет запчастей, очереди. Некачественный ремонт производят. И все автолюбители могут сказать, что не производится то, что положено по сервисной книжке. По гарантийному там ремонту или по техобслуживанию не производится то, что положено. На некоторых станциях было время сначала, пускали прямо в цех, и можно было посмотреть. А сейчас отдашь и не знаешь, что с ней там за забором с родимой делается. Детали на исходе, а привезут или не привезут, неизвестно. Мы начинаем строительство новой полнокомплектной четырехпостовой станции. Правда, с вводом ее в эксплуатацию напряженность снимется только на некоторое время. Потому что спрос на услуги опережает предложение. Значит, снова про счет в планировании. Геннадий Иванович, как представитель службы автосервиса? Чем Вы объясняете то, что число крупных спецавтоцентров год от года растет, а количество недовольных работой сервиса не уменьшается? Ну, это, видите ли, объяснить можно просто. Было бы достаточное количество запасных частей, не было бы дефицита и не было бы проблем. Ведь нет же, допустим, проблем у нас с телевизорами, холодильниками. Андрей Ильич оптимист. Он надеется, что еще поездит на своей машине, как и мечтал. Около десятилетия я пользуюсь автомобилем «Жигули». Изучил я его довольно хорошо. И, конечно, можно обойтись в ремонте без службы автосервиса. Если бы на наших прилавках были такие ходовые детали, стайлинг-блоки, шаровые опоры, тормозные накладки, шланги, тогда мы, автолюбители, ремонтировали бы сами. Согласно постановлениям Министерства торговли, основные запчасти по автомашинам «Запорожец» и «Жигули» переданы на станцию технического обслуживания. Обращайтесь сюда. Был на станции обслуживания один раз, и больше меня туда не тянет. Очень проблемно с обслуживанием. Поэтому проще купить велосипед, что я и сделал. Купил велосипед себе, жене и сыну, и никаких проблем. Папа купил велосипед? Это нечто новое для автолюбительства. Трудные минуты бывают в жизни каждого человека. У автолюбителя они возникают гораздо чаще. И в такие моменты очень важно ощутить рядом локоть товарища или надежное дружеское плечо. Чем же может помочь здесь, в городе Кирове, всесоюзное общество автомотолюбителей тому, кто в нем состоит? Ну, если так практически, смотрите, так мы мало чем можем сейчас помочь. Общество занимается вопросом безопасности движения. Обучаем мы своих любителей. Общество могло бы на себя взять координацию тех вопросов, с которыми связан автолюбитель по эксплуатации своего автомобиля. Это и формирование строительства гаражных кооперативов. Это и распределение дефицитных запчастей. И ремонт, качество ремонта автомобилей. И, наконец, создание мелких пунктов технического обслуживания в сельской местности, где бы владелец мог получить и консультацию, и практическое решение с ремонтом и обслуживанием автомобиля. Словом, главное, не сидеть сложа руки. Искать и находить, что по силам сделать на месте. И с полным правом требовать внимания и помощи сверху. С высоты своего положения председатель Центрального совета в Дуам Николай Степанович Королев следующим образом обрисовал обстановку на сегодня и предложил свой прогноз на завтра. Проблем много, но решается они успешнее там, где наряду с нашими советами общества активно занимаются этими вопросами исполкомы городских районных советов народных депутатов. Я бы мог, например, привести исполкомы Ростова, Куйбышева, Хабаровска, Челябинска, где городские советы занимаются этими вопросами. Если бы, скажем, по моему мнению, Госплан занялся этим вопросом и стал координировать все эти вопросы воедино и направлять, нацеливать и Министерство автомобильной промышленности, и Минбыд, и Министерство торговли, то многие вопросы решались бы гораздо успешнее. И наши автоматолюбители не сталкивались бы с таким острым проблемам, которые переживают сейчас. Какие бы сложности не создавал нам автомобиль, он остается любимым детищем 20 века. На пороге новой, 21-й. По прогнозам социологов, через 15-20 лет, при набранных темпах в автомобилестроении, собственный автомобиль может появиться в каждой третьей семье. Миллионы новых машин заполонят улицы наших городов и сел. И к этому надо быть готовыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok